всем привет меня зовут павел и сегодня я хочу рассказать почему я не пользуюсь авито доставкой на это есть всего несколько причин они очень простые но давайте обо всем по порядку причина первая это то что у авито в принципе нет своей логистики они пользуются логистическими компаниями аля боксбери поэтому авито является исключительно посредником ни за что не отвечает и в принципе скажем так в договорах не присутствует никем кроме как стороной которая предоставляет информацию из по сути переди придерживает ваши деньги следующая ситуация то есть это уже настораживает фактор второй это то что транспортная компания в принципе не несет ответственности за ваш товар то есть на протяжении всей ну у них есть скажем так буквально провозглашение того что они несут но нет ни одного прецедента где людям что-то вернули так вот не оглашенного не фактического осудов по этому поводу тоже я не видел то есть ситуация такого что вы отправляете что-либо и неважно что с этим произойдет то есть ответственность за товар на протяжении всей дороги и всей логистики до момента хранения и до момента принятия возврата покупателям этого товара за товар ответственности никто не несет гарантия никаких нет и страховок вы тоже никаких не оплачиваете и страховых взносов а также и документов вы тоже не оплачиваете которые связаны или завязаны на страховке вашего товара более того любой ваш предмет который вы передаете товар не переписываться его серийные номера какие-то отличительные особенности его состояние и так далее то есть исключительно приняли пока посмотрели что это же не что-то типа взрывающиеся и просто отправили следующий фактор огромное количество времени и условия если вы отправляете товар при помощи авито доставки условно вы заносите его в момент прием в приемку после чего это вещь какое-то время идет по логистике до определенного места допустим человек в этот момент заболевает но забрать все равно товар хочет он звонит логистическую компанию и говорит я хочу продлить срок хранения я заберу через там условно 15 дней по моему 15 дней бесплатно чуть выше там что-то надо оплачивать допустим условно он такой хорошо я готов оплатить еще на 15 дней то есть в этот момент уже месяц товар где-то лежит а скорее всего больше и вы его до сих пор не продали после чего человек забирает товар домой у него есть несколько дней для того чтобы ознакомиться с данным товаром и подтвердить получение по ну подтвердить покупку то есть и что в этот момент происходит тоже никто ничего не отвечает сейчас об этом тоже поговорим и так длительная дорога условно продавец оказался честным покупатель оказался честным но покупателю эта вещь по каким-то условиям не подошла поэтому уже больше месяца она там про хранилась она там ходила она там каталась и в любой непонятной ситуации он все равно это все вернул это опять же приехала и вот уже два месяца этот товар неважно где лежал но два месяца вы так его и не продали третий факт связан с очень сильно с некоторыми из начала это то что условно за ваш товар никто не несет ответственности выглядит это так вы отправили этот товар человек его принял к себе и нередки случаи когда люди вытаскивали оперативную память процессоры аккумуляторы из ноутбуков например когда люди подменяли не люди а сволочи воры и просто ну короче конченые люди они подменяли там телефоны подделками они выкручивали там подшипники и там колесики у каких-нибудь роликов и так далее и тому подобное случаев невероятное множество которое дискредитирует абсолютно целиком и полностью эту курьерскую службу и вообще как таковую услугу но и люди почему-то ей до сих пор пользуются так вот никто не несет за это ответственности и после чего мы принимаем предыдущую часть что она хрен его знает где и как долго лежала человек взял все это дело подменил и вы никому ничего не докажете что что-то пошло не так то есть человек отправил iphone рабочий одного типа ему пришел другой iphone точно такой же но не рабочий с другим серийником а потом как выяснилось еще и другой емкости внутри то есть вообще другое устройство по факту что мы имеем в последнем случае почему не пользуясь авито доставкой это мошенническая схема которая до сих пор работает и активно пользуются как она выглядит вы отсылаете человеку свой товар то есть до того как выслать человек должен это дело оплатить то есть с него списываются деньги они уходят а в авито в авито некоторое время лежат вы относите товар в службу приемки после чего логистика происходит до него и мошенник с той стороны берет там условно 20 30 40 аккаунтов и банит нафиг ваш аккаунт с мошеннических разных аккаунтов он просто банит жаловаться мошенничество авито вообще не разбирается авито вообще просто до одного места мошенник вы или нет вы практически не сможете добраться до службы поддержки вы не сможете ничего доказать потому что такие случаи не редкие а фактов того что у кого-то что-то вышло но мягко говоря до что при получилось доказать что вы так сказать не верблюд нет и не было и они скорее исключение только очень больших ребят ну а мне аккаунт на 28 отзывов из которых 26 положительные мне очень сильно не хочется терять потому что но это как бы мой хлеб и какие-то гарантии так вот после чего мошенник получает ваш товар и подтверждает что покупка выполнена но у вас то аккаунта нет его же заблокировали вам дается там условно неделя для того чтобы вывести деньги но вы их не выводите потому что ваш аккаунт заблокирован после чего мошеннику эти деньги возвращаются потому что это есть якобы в аферте где написано что если вы не успеваете их выводить то эти деньги кого возвращаются таким образом у мошенника и товар и деньги а и по всем правилам он чист потому что первое он оплатил второе он принял 3 он подтвердил 4 вы деньги не за не забрали значит он во всех смыслах чист и даже если вы пойдете в суд и даже если вы пойдете в разного рода то все условия договора и оферты выполнены именно по этим нескольким фактам и фактором я не пользуюсь авито доставкой авито доставкой не собираюсь не буду и мне это совершенно не нужно у меня есть ребята которые что-то авито доставкой отправляли но там ну вроде как получилось нормально но опять же разговор не про там 10 20 15 тысяч а что-то там за 500 700 300 и так далее то есть ну что-нибудь дешевенькое ну не знаю я бы не рисковал бы своим аккаунтом ради трехста пятиста и даже тысячи рублей потому что ну все таки что что а институт доверия и институт репутации в авито как-то до работает на этом все если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал оставляйте там свои несколько комментариев а главное если у вас есть какие-то свои факторы и факты почему вы не пользуетесь авито тоже оставляйте их в их в описании будет интересно их посмотреть и впоследствии возможно я выпущу дополнительное или дополненное видео еще и вашими фактами которые я упустил ли о которых я не знал на этом все успехов вам и добра счастлива